Общественные и придомовые пространства в Приморье реконструируются в рамках различных федеральных и краевых программ. Федеральные включают в себя комплексное благоустройство, региональное и локальное. Таким образом, жильцы самостоятельно выбирают, что именно будут менять и каким получится их двор. Так, например, в Владивостоке жители дома на Калинина 281 благоустроили свой двор в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Дворовые проезды делались, в том числе выполнялась замена асфальтового покрытия, подъездной дороги, с обратной стороны дома тротуар шириной 2 метра сделался, подпорная стена поменялась, тут уже обрушалась предыдущая стена. Лестницы три штуки поставили, пандусы для подъема на той стороне, между домами, потом контейнерную площадку крытую сделали. А на карьерной 11 оборудовали новую детскую площадку по уже полюбившейся программе «Тысяча дворов». У нас упор был именно на детскую площадку, потому что раньше у нас стояла детская площадка, горка, которую жители покупали в складчину. Также специалисты обновили асфальтовое покрытие, чему очень рады местные жители. И теперь у нас очень хорошая территория, здесь вечерами гуляют пенсионеры, утром гуляют мамы с колясочками, по утрам собачками люди выгуливают. У нас тут чисто, когда дождь и очень красиво. По той же программе заасфальтировали и благоустроили двор Инокирова 34. А вообще за последние пять лет по всем программам было обновлено около четырех тысяч дворов и общественных территорий. Возможность участвовать в жизни своего населенного пункта есть у каждого приморца. Сейчас для этого в крае созданы все условия. Например, территориальное общественное самоуправление продолжает набирать популярность у приморцев, потому что это удобно и есть видимый результат. А в мае по поручению главы региона Олега Кожемяка для координации деятельности ТОС был создан Центр гражданских инициатив. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.